Если написать подряд несколько единиц и получится число, делящееся на 7, то это число делится и на 11, и на 13, и даже на 15873. Но, конечно, лучше всего это вот это. Никакой связи вообще с 7 нет. Но задача абсолютно легкая. Смотрите, что значит, что число делится на 7? Это значит, что число, записанное 9, делится на 7. А это что значит? Значит, 10 в степени r-1 делится на 7. То есть, r должно делиться на порядок числа 10 по модулю в 7. Вспоминаем, что мы знаем. Мы знаем, что когда была 1 седьмая, то был период длины 7. Период длины 6. Значит, порядок числа 10 по модулю 7 это 6. То есть, r должно делиться на 6. Если не хотите вот это вспоминать, то рассуждать надо было так. 1001 делится на 7. Это означает, что 10 в кубе сравнимо с минус единицей по модулю 7. 10 в кубе сравнимо с минус единицей по модулю 7. Значит, 10 в 6 сравнимо с единицей. Осталось проверить, что 10 в квадрате, то есть 100, не сравнимо с единицей. 99 на 7 не делится. Это же действительно порядок. И все, что утверждает эта задача, оказывается, 10 в 6 степени минус 1 делится на те самые числа. На 11, на 12 и на 15873. Ну, мне кажется, это понятно. Дело в том, что порядок числа 10 по модулю 11 равен 2. 13 это делитель числа 1001. Поэтому то же самое, порядок равен 6. С этим немножко похуже. Ну, а давайте посмотрим. Может быть... Ну, во-первых, можно просто поделить. Дай мне так и сделать. 111.11 разделим на 15873. Я думал, что получится 7. Проверьте. 7 на 3 умножить будет 21 на 1. 2 и 49 на 1. Пятерка перенеслась. Так, пятерка перенеслась. Ну, да, хорошо. Ну, вот, соответственно, это ужасное число 15873. Это просто-напросто 1111 деленное на 7. То есть, на самом деле, просто делится на 1111.11. И на всей Универсии в том же��ем. Руссм в том числе. Рустм в том, в том числе.